Всем привет! Наконец-то пришла весна, на улице потеплело и самое время поговорить про весенние обновки. Тем более, что мне сейчас приходится значительно менять свой гардероб, я нахожусь в положении, но все равно я покупаю мало вещей, конкретно для беременных. Я стараюсь найти что-то универсальное, что подойдет мне сейчас и также я смогу носить это осенью, уже после родов. И начнем мы, пожалуй, с аксессуаров, это будут совершенно сумасшедшие очки от бренда Gucci. У них огромный бархатный футляр, я потом покажу вам все поближе, чтобы вы смогли рассмотреть. Я сначала хотела взять какую-то более спокойную модель, чтобы она подходила абсолютно под все, а потом я подумала, блин, у меня половина очков, какие-то классические, которые подходят абсолютно под все и которые в итоге не хочется носить. Поэтому я решила взять что-то такое сумасшедшее, что будет привлекать много внимания, что выступит очень неординарным аксессуаром в моем образе и будет хорошо сочетаться с весенними и летними вещами. Само стекло розовое, оправа выполнена в золотом цвете и дополнительные декоративные элементы это жемчужинки на заушниках. Мне кажется, эти очки мне очень идут, мне нравится, что они такие огромные, мне нравится, что они розовые, потому что мне хочется сейчас видеть мир только в розовых красках. Напишите, как вам, мне они очень-очень нравятся, они мега трендовые. Кстати, степень защиты тут невысокая за счет того, что они прозрачные, тут всего двоечка, но я не собираюсь носить их на пляж, я собираюсь носить их в городе, либо когда езжу в машине. Так что все окей, я думаю, что нам с ними будет хорошо. Вторые очки от бренда Betty Johnson и я думаю, что вы узнаете модель, у кого она их слезала. Мне не хотелось платить за эти очки слишком много, потому что немножко это уже уходящая модель, но все равно они все еще будут актуальны этой весной и летом. Поэтому я решила взять, скажем так, аналог у более дешевого бренда, чтобы потаскать и потом с легкой душой с ними расстаться, отложить в долгий ящик. Мне кажется, тоже мне в них хорошо, они такие прикольные, неординарные, необычные, пишите обязательно, как вам. Тут уже коричнево-желтое стекло, градиент, также золотая оправа, дужки выполнены в леопардовом пластике. Футляра к ним никакого не идет, просто такой тканевый чехол, вариант, который не жалко бросить где-нибудь в бардачок, либо в сумку и не париться. На сайте Asos я заказала себе белые остроносые ботильоны на небольшом каблучке Kitten Hill. Вообще белые ботильоны, белая обувь, это будет просто хит сезона весна, поэтому обязательно рекомендую вам обзавестись похожей парой. Они очень удобные, я ношу 38 размер, я заказала себе английскую пятерочку, и они сели на меня идеально. Они подходят абсолютно под любой аутфит, не нужно долго думать, чтобы их с чем-то сочетать, потому что под какую бы вещь или стилистику вы их не взяли, они подходят абсолютно под все, мега универсальная обувь. Я, кстати, искала что-то подобное для себя в Киви, правда не слишком интенсивно, потому что я еще не очень хожу по магазинам, но во всяком случае ничего такого я не нашла, ни в Zara, ни в Mango, ни в подобных магазинах. Этим я очень довольна, они удобные, они хорошо сидят и круто смотрятся. И также мега актуально этой весной будет красная обувь, бордовая, розовая, в общем все, что касается этой цветовой гаммы. Поэтому на сайте 6PM я заказала себе сапоги-чулки, это бренд Aldo, конечно, это обувь не на каждый день, потому что тут достаточно высокий каблук, но несмотря на это они удобные. Внутри они сделаны на замочке, чтобы их было удобно надевать, и также на самом голенище тут шнурок с затяжкой, чтобы можно было отрегулировать их по своей толщине ноги. Такая обувь может выступать как самостоятельным акцентом в образе, так и дополнять любой другой аутфит. Тоже мега универсальный оттенок и модель. Если у вас еще нет сапогов-чулков, вы должны их купить, потому что этот тренд будет держаться очень-очень долго. Вместе с беретами и соломенными сумками к нам пришел парижский шик, так что что-нибудь такое обязательно должно быть в гардеробе каждой модницы. Я выбрала для себя две тельняшки с сайта Asos, одна белая в красную полоску, другая белая в черную полоску. Они обе достаточно широкие, не в облипку по фигуре, поэтому я совершенно спокойно надеваю их с животиком, и потом, когда уже животика не будет, я смогу их носить. Вот эта более короткая, с рукавом 3 четверти, она идет от бренда New Look, это катон вместе с эластаном, и вот эта уже идет непосредственно от самого бренда Asos, она уже длинная, прикрывает попу и также с длинным рукавом. В общем, довольна я такими обновками, буду стилизовать свой гардероб под францужинку. На сайте Asos я заказала себе ремень с двумя пряжками, не смейтесь, не есть еще куда его надевать, и некоторые вещи они требуют прям немножечко подчеркнуть линию талии, вернее, то, что от нее осталось. И, конечно, за счет того, что тут две пряжки, он регулируется по толщине, его можно носить как будучи в положении, просто выше животика, так и потом. Ремень выполнен из черной кожи, и я рекомендую вам обратить внимание на подобные модели, потому что вот этот ковбойский стиль боха, он будет сейчас очень актуальный, и, в общем, с таким ремнем вы будете самой модной. Вообще, я много заказываю на Asos, и не забываю использовать кэшбэк-сервисы. Конкретно для Asos я использую Smarty Sale, потому что там самый высокий процент. Вы можете экономить не только на покупке одежды, но и на покупке бытовой техники, продуктов питания, лекарств, в конце концов. В общем, на всем, что вы покупаете через интернет. Даже на сайте iHerb есть кэшбэк от Smarty Sale. Выводить средства можно любым удобным для вас способом. Это может быть и банковская карта, и пополнение мобильного телефона. Практически нет минимальной суммы для вывода, и средства поступают моментально. В инфобоксе я оставлю для вас ссылку на сайт, регистрируйтесь. Обязательно не забывайте пользоваться кэшбэками, потому что к концу месяца можно скопить очень даже приятную сумму и потратить ее опять на какие-то обновки. Также на сайте Asos я заказала такое длинное красное платье по бокам с разрезами. Я прямо вижу его с белыми ботильонами, которые я показывала вам ранее. Его можно носить под пояс для того, чтобы обозначить талию. Можно просто носить ровным, как балахон. Оно мне отлично подходит под животик, и есть еще много места, куда расти. Очень я довольна этим платьем. Мне кажется, оно мега стильное, яркий, красочный, интересный цвет. И также мне нравится фасон. Также на сайте Asos уже в разделе для беременных я заказала себе такое классное платье. Но мне кажется, его можно будет носить, и когда уже я не буду беременной. Мне нравится его яркая расцветка. Тут вроде как и леопард, и какие-то разноцветные вкрапления, и горошек. В общем, все что угодно. Опять же, и под белые ботильоны, и под черную обувь, и под кроссовки. И можно обозначить талию пояса. Можно носить в прямом виде. С косухой будет классно смотреться. Мне кажется, это мега универсальное платье. Кстати, вы знаете, такое небольшое лирическое отступление. Когда я стала в Киеве заходить в магазины конкретно для беременных, я просто пришла в ужас, потому что там продают какой-то жуткий кошмар. Во-первых, вы не увидите там ярких цветов. Там будет все либо черное, либо серое. Я не знаю, беременность это что, траур что ли? Во-вторых, оно все будет ужасно просто смотреться, ужасно садиться. Вообще, девушка, когда она беременна, она начинает как бы немножко комплексовать, потому что фигура начинает меняться. И, ну, вроде как ты в своих вещах выглядишь ничего. Потом ты приходишь в этот магазин для беременных, надеваешь что-то конкретно для беременных, и ты начинаешь выглядеть еще хуже. И думаешь, блин, я реально, когда в первый раз попала в мазырке и померила там какие-то вещи для беременных, у меня начался прям псих. Я говорю, все, Женя, поехали домой. Я все бросила. Я ничего не стала покупать, потому что... Ну, потому что у меня реально испортилось настроение. Так что, если вы беременная, я не рекомендую вам заходить в такие магазины. Можно просто в обычных магазинах найти классные вещи, которые вам подойдут, и также обратить внимание на раздел именно для беременных на сайте Asos. Сейчас актуальна стилистика 80-х, и мне очень хотелось иметь какую-то такую футболку, у которой по горловине и на рукавах идет окантовка другого цвета. Я ее заказала с сайта Nasty Gal. Это 100% хлопок. Конечно, летом я уже в нее вряд ли помещусь, но весной буду носить с удовольствием. Мне она кажется очень такой модной, классной, с какими-то расхлябанными джинсами. И будет смотреться вообще супер. Кстати, есть целый сериал про создательницу магазина Nasty Gal. Называется он Начальница. Обязательно вам советую посмотреть, потому что он крутой. Давайте уже закончим тематику красных вещей. Покажу вам последний комплект из этой цветовой гаммы. В магазине Arsene на скидках я себе приобрела кожаную красную юбку. Но это не кожа, это эко-кожа. Но пока я в нее влезаю, пока она сидит на мне классно. И в магазине H&M под нее я взяла такую серую толстовку. Вместе они смотрятся очень-очень круто. Я вам обязательно покажу, как это все выглядит на мне. Причем толстовку я взяла в размере L. Мне хотелось, чтобы она была такая объемная, огромная. И да, я своего добилась, у меня получилось. Вот, так что вот такой классный комплект, который тоже поднимает мне настроение. Еще решила показать вам вот этот голубой свитер. В принципе, это не совсем весенняя покупка. Я его приобретала достаточно давно. Но я ношу его сейчас и буду продолжать носить весной. Я вообще люблю весной надеть теплый свитер и сверху какую-то тоненькую курточку, либо плащ, чтобы мне было тепло. Он с магазина H&M. Я знаю, что он многим понравился с моего видео про парфюмы. Мне он тоже очень нравится, кажется необычным. Немножко в стиле барокко, благодаря вот этим рукавам и воротнику. Так что заглядывайте в H&M, там много классных моделей свитеров. Также хочу вам показать белый свитерок от бренда Massimo Dutti. Я буду обязательно носить его этой весной. Он у меня тоже в размере L, потому что мне хотелось, чтобы он был более объемный. Он очень классно садится и очень необычно смотрится. Вообще в Massimo Dutti свитера, ну скажем так, не совсем стандартные. Вот вроде ничего такого, но смотрятся они как-то по-особенному. И качество Massimo Dutti, конечно, на порядок выше, чем магазины типа H&M и другой масс-маркет. Так что этот свитер будет более долго носиться. И мне очень-очень нравится его модель. Бабушкина юбочка с магазина Nasty Gal. Я в нее помещаюсь. Она хорошо на мне застегивается. Я специально брала чуть-чуть побольше. Вот этот тренд на мелкий цветочек, он будет очень актуален этой весной. Мне хочется под эту юбку приобрести себе еще толстовку, очень объемную, с капюшоном, какого-нибудь зефирно-розового цвета, либо салатовую. Мне кажется, это будет смотреться очень круто и очень стильно. И опять же сюда отлично подойдут белые полусапожки. На сайте Aces я заказала себе такой кардиган. Во-первых, мне безумно нравится его персиковый нежный оттенок. А во-вторых, за счет каких-то пиджаков и кардиганов, когда ты беременная, ты можешь немножко, ну так немножко, вытянуть свой силуэт и казаться все-таки более стройной. Он очень теплый, очень уютный, за счет цвета вообще практически под все подходит. Поэтому с удовольствием буду таскать его весной. Хорошо смотрится как с джинсами, так и с какими-то платьями. Так что довольна этим заказом. Также Aces заказала себе платье для беременных, но опять же я смогу носить его и потом. Тут такие приоткрытые плечи, всякие рюшики, бантики. Хочется мне чего-нибудь такого. Мне безумно понравилась эта нежнейшая расцветка, голубой фон, розово-фиолетовые цветы. Очень красиво это платье смотрится. Кстати, хорошо сочетаются с бордовыми сапогами-чулками, которые я показывала вам ранее. Так что буду весной щеголять в таком красивом платье. Белая блуза от бренда Massimo Dutti. Это просто находка для беременной девушки, потому что она такая легкая, летящая, свободная, нигде не обтягивает. Поместится животик, но в то же время, когда животика не будет, ее можно заправлять в джинсы, заправлять в брюки. И будет все смотреться очень-очень круто. Мне нравится эта модель блузы, потому что у нее такие интересные рукава. И вообще она очень приятно сидит на теле и очень красиво, женственно смотрится. На сайте Asos я заказывала две пары джинс, конкретно для беременных. Одни сейчас на мне, поэтому вы их увидите просто в образе. Вторые показываю так. И та, эта пара отлично на меня села. Они очень комфортные, нигде не давят, ничего не перерезают. И при этом смотрятся действительно стильно, классно, современно. А не вот эти какие-то страшные робы, которые продаются у нас в магазинах для беременных. Их, опять же, вам жалуюсь. Нежно-голубые джинсы, опять же, с белыми запушками, либо с красными. Будет просто супер смотреться. Мне очень нравится такой вариант образа. И вторые джинсы бойфренды, классно смотрятся. Хорошо сочетаются с тельняшками, которые я показывала вам ранее. С кроссовками, можно носить под каблук. В общем, под все отлично подходят. Поэтому, если вы тоже беременна, то посмотрите себе джинсы на сайте Asos, потому что они действительно очень-очень классно садятся. Поболтали с вами немного про тренды. Поговорили, что будет актуально этой весной на примере моих обновок. Кстати, пишите, что вам понравилось больше всего. И вообще, если у вас происходят какие-то изменения в фигуре, неважно, с чем связаны, это не значит, что нужно облачаться в какие-то мешкообразные вещи. Все равно можно покупать яркие, классные шмотки, которые будут вас радовать и поднимать вам настроение каждый день. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчики вверх. И увидимся с вами совсем-совсем скоро в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok